Здоровье самое ценное, что есть у каждого человека и заботу о нем невозможно переложить на чужие плечи. Особенно остро эта тема встает в осенне-зимний период, когда со всех сторон атакуют вирусы. Наша съемочная группа пообщалась с заведующей отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и узнала, что они осуществляют эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями. И по статистике на сегодняшний день в Бресте процент болезней в пределах сезонных показателей. По заболеваемости на сегодняшний день у нас спокойная эпидемиологическая ситуация, по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, уровни заболеваемости в пределах сезонных показателей. То есть у нас закончилась пандемия, но возбудитель, который циркулировал у нас в предыдущие годы, это коронавирус, его циркуляция продолжается. Но он уже стал у нас сезонным возбудителем, заболеваемость регистрируется, но на уровне спорадическом, то есть единичные случаи коронавируса, они у нас регистрируются. В основном сейчас у нас циркулируют негриппозные респираторные вирусы, это аденовирус, респираторно-синсоциальный парагрипп, энтеровирусы и целый ряд других возбудителей, которые вызывают острые респираторные инфекции. По данным вирусологического мониторинга, вирусы гриппа у нас пока не выделялись в текущем эпидсезоне, поэтому сейчас очень удобно сделать прививку и защитить себя. Как известно, самое большое беспокойство у населения вызывает ковид-инфекция, которая в 2020-м не щадила никого. К счастью, в этом году интенсивность вируса спала и стала на уровне сезонной болезни. Сейчас циркулирует коронавирус, как сезонный вирус, и он не вызывает такой массовой заболеваемости, как была в предыдущем году, а единичные спорядические случаи регистрируются, остались. А вирус гриппа пока не выделяется, случаи гриппа у нас не зарегистрированы, и по результатам вирусологического мониторинга у нас не выделяется еще, нет находок вируса гриппа. Поэтому сейчас очень удобно, кто еще не успел сделать прививку, привиться против гриппа, потому что для выработки иммунитета нужно не менее трех недель, чтобы иммунитет достиг защитных титров и вакцина смогла защитить от инфекции. Особенности вируса гриппа в том, что каждый год он мутирует и появляются новые штаммы. В связи с этим невозможно одноразово привиться и тем более забыть об этой инфекции. Против гриппа мы должны прививаться каждый год, потому что каждый год штаммовый состав вакцины обновляется. То есть каждый год в составе гриппозной вакцины есть штаммы возбудителя, которые будут актуальны, циркулировать именно в этом эпидсезоне. То есть прививку нужно делать каждый год. Откуда мы знаем, какие будут возбудители? По всему миру есть целый ряд лабораторий, которые отслеживают циркуляцию вируса. Вся информация стекается в одну лабораторию Всемирной организации здравоохранения, которая анализирует эту информацию и представляет уже где-то весной. Она дает производителям информацию о том, какой штаммовый состав должен входить в вакцину на будущий эпидсезон. Сегодня кампания вакцинации против гриппа продолжается. Прививка рекомендуется каждому, кто хочет защитить себя от заболевания. Но особо выделяются две большие группы риска, которым в первую очередь положена вакцинация. Первая группа – это группа высокого риска развития осложнений после заболевания гриппом. Это так называемая группа медицинского риска. Сюда относятся пациенты с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет пожилое население, беременные женщины, дети до 3 лет, с 6 месяцев до 3 лет, потому что до 6 месяцев, к сожалению, вакцины против гриппа не разработаны, не применяются. И вторая большая группа – это группа высокого риска заражения гриппом. Это профессиональные группы, которые большой контакт с большим количеством людей имеют, и у них высокие риски заразиться. В первую очередь это, конечно, медицинские работники, которые работают с заведомо больными пациентами. И особо хочу я отметить группу – это учреждения образования, учащиеся и работники учреждения образования. Это самая проблемная группа по заболеваемости. Дети, к слову сказать, у нас составляют до 70% в структуре заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Поэтому вот этим категориям в первую очередь положено прививаться. И мы призываем всех родителей и педагогов пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих от заболевания гриппом. С какими жалобами сейчас приходят пациенты на прием в Брестскую городскую поликлинику номер 6 и увеличился ли поток людей в ноябре, рассказала врач-инфекционист Ольга Капуза. Поток людей в ноябре месяце значительно увеличился по сравнению с сентябрем-октябрем. Связано это, скорее всего, с тем, что сейчас погода, массово люди болеют, заражают друг друга, ходят заболевшими на работы. Основные жалобы, с которыми приходят пациенты, это повышение температуры до 38,5-39,5. Также свойственна очень сильная боль в горле и озноб, насморк, а также кашель. Это связано с острыми респираторными вирусными инфекциями. Я им рассказываю о том, что есть вообще у нас вакцинация, что у нас есть бесплатные вакцины. Это вакцины для профилактики гриппа инактивированная. Важно понимать, что такая благополучно сложившаяся ситуация по вирусным заболеваниям в городе над Бугом – это результат кропотливой работы специалистов здравоохранения, а также осознанность и забота самих пациентов о своем здоровье. Общеизвестно, что болезнь лучше предупредить, чем ее потом лечить. Вакцинация – это очень хорошее профилактическое средство, это достижение общественного здравоохранения по защите, по профилактическим мерам. Не зря эксперты ВОЗ вакцинацию, любую вакцинацию, в том числе и против гриппа, ставят на один уровень с обеспечением населения чистой питьевой водой. Продолжение следует...